Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Гнев Божий. Для современного верующего, христианина прежде всего, самая большая проблема – это не то, что гневаться или не гневаться, а объяснить неверующему человеку, как это в Библии так часто говорится о гневе Божьем. Очень часто. Причем это мы открываем Ветхий Завет, и, скажем, у святого Иоанна Златоуста есть отдельная проповедь на шестой псалом. В шестом псалме, там, в первых строках, «Господи, да не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Стих второй. И это библейский параллелизм, то есть первая половина строчки повторена во второй половине. Ярость и гнев – это практически синонимы. И нужно ли объяснять, что это такое? И Златоуст комментирует, когда ты слышишь слова ярости, гнев в отношении к Богу, то не понимай под этим ничего человеческого. Это слова снисхождения, божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Так и мы, когда беседуем с варварами, употребляем их язык, или когда говорим с младенцем, то ли печем, подобно ему, хотя бы сами были мудрецами. Это неплохое и очень традиционное для Златоуста объяснение. Но выходит, что вся Библия – это такое утепуси. То есть Бог к нам обращается на нашем языке. На самом деле, конечно, всё немножко сложнее. Но почему говорить о Боге, что Он гневается, некорректно, скажем так? Да дело-то в том, что современная психология, она утверждает, что гнев – это вторичная эмоция. Это эмоция, которая рождается из чувства страха. То есть нету как таковой эмоции гнева. Есть страх, и этот страх может быть реализован в разных поведенческих и психологических состояниях. Но в самой первой реализации чувства страха – ты падаешь в обморок. Это совершенно нормально, не надо этого стыдиться. Это непереносимое состояние. И человек не может перенести, он теряет сознание сплошь и рядом. Нету в этом ничего стыдного. Чувство гнева, чувство ярости – это проявление страха перед реальной или мнимой опасностью. И это шоковая реакция. И это реакция настоящей или напускной агрессии. Когда мы обращаемся к вершинам античной мудрости, то там есть фигура такого современника-спасителя. Другое дело, что у нас современных людей, эти люди, Господь Иисус и его великий современник Сенека, они в разных, я бы даже сказал, наверное, полушариях. Сенека – это древнемерская история, это учитель императора Нерона, покончил с собой Сенека по распоряжению Нерона. Точнее, Нерон хотел Сенеку казнить, а в Древнем Риме, если человека казнили, собственность уходила в казну. И Нерон предупреждает о казни, и Сенека кончает с собой, чтобы его имущество осталось родным. Сенека был одним из трех-четырех богатейших людей Римской империи. Это был мультимиллиардер, говоря современным языком. И он писал книги, как Дейл Корнеги. И в частности, у него есть и небольшой трактат о гневе. Надо сказать, что один из самых странных примеров гнева, который приводит Сенека, странный для современного человека, посмотри, говорит Сенека, как наши сограждане гневаются на гладиаторов, когда те дерутся без энтузиазма. О, матушки родной, ну ничего себе, были времена. Так вот, еще раз повторю, Сенека – современник Господа Иисуса Христа. Господь Иисус Христос гневался, в отличие от Сенеки, да, гневался. Возрев на них, там, на фарисеев с гневом, сказал, он гневался на Ирода, ну, в Евангелии это уже сын Ирода, но, тем не менее, все равно Ирод, хоть и невеликий, Господь гневался, Господь саркастически довольно говорил о некоторых людях. Ну, наконец, изгнание торгующих из храма. Гневался ли Сенека? Вы знаете, похоже, что нет. Очень похоже, что нет. Это был выдержанный, спокойный, следующий древнеримскому, стоическому, это, впрочем, ипокурейский идеал, гражданина, который не повышает голоса, размеренный, ничего не напоминает. Правильно, это идеальный эсэсовец. Это тот тип, которого сыграл Штирлиц. Ну, не Штирлиц, извините, Максим Асаев. А, и не Максим Асаев, прямо запутаешься с этими контрразведчиками. И я должен засвидетельствовать, что популярность «17 мгновений весны» во многом была вот именно благодаря такому идеальному образу. Это и есть Сенека, человек, который не гневается. А еще раньше был фильм «Операция Трест», где такого же невозмутимого, воздержанного героя сыграл Яковлев. Тоже очень убедительно. И всем подросткам, всем мальчишкам, включая меня, хотелось быть таким. Потом я стал христианином, православным. А потом я прочел книжечку Ивана Ильина о сопротивлении злу силою. И я читал много подобных книг. Николай Бердяев, тоже православный, назвал православного Ивана Ильина православным инквизитором. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Почему? Потому что Иван Ильин, как Сенека, писал. Ну, Сенека писал так. Напрасно говорят, что без гнева невозможно победить на войне и в бою. Что солдат, когда он идет в атаку, должен гневаться. У него должно быть чувство ярости. Нет, говорит Сенека, солдат должен быть хладнокровен, потому что чувство гнева нарушает координацию движений, он не слышит приказов командира, он плохо реагирует на то, что происходит вокруг него. Нет, нет, воин должен быть невозмутим. Это античная языческая мотивация бесстрастия, апотеи у солдата. У православного Ивана Ильина в начале 20 века Иван Ильин, как и Сенека, никогда не сражался. Они оба рассуждали теоретически. Иван Ильин пишет, есть заповедь, люби врага. Она означает, что когда ты в бою, ты должен любить того, кого ты сейчас будешь убивать. Ты должен убивать с любовью. Однажды мне попала в руки брошюра, переводная, с английского. Ее издали на русском в Твери. Местные верующие христиане, я не буду называть конфессию, тем более это перевод американской брошюры, но она хорошо легла на русскую душу, называлась она «Шлёпать с любовью» о телесных наказаниях в семье, что родители просто могут, родители обязаны для воспитания ребёнка прибегать к телесным наказаниям, но с любовью давать под затыльник, но с любовью шлёпать по попе, не гневаясь. И теперь встает вопрос. Это возможно? Вы знаете, к сожалению, да. Человек страшно адаптивное, приспосабливающееся существо. То есть, в принципе, мы можем управлять своими чувствами и своим гневом. Можно сказать, что это хорошо, а мне кажется, что надо посмотреть на слабые места этого процесса. Замечу, чтобы не было никому обидно, что и одно из лучших брошюр по управлению гневом, которое я читал именно на русском и тоже в переводе с английского американской брошюры, это брошюр американских квакеров. Квакеры, которые известны как миротворцы. И там в том числе отдельный раздел, вот когда вы с миротворческой миссией в Святой Земле, там, в Сирии, в общем, в любом районе конфликта. Для того, чтобы быть посредником и миротворцем, вы сами не должны гневаться, вы должны быть бесстрастны. И там ряд психологических приемов, как этого добиться. Повторять я их не буду, там, простейшие, несколько раз глубоко вздохните, сделайте перерывы и так далее, и так далее. Я могу посоветовать еще выпить пол-литра водки и гнев пройдет. Хотя часто бывает наоборот, потому что человек так штирлиц-штирлиц, а потом ты влей в него бутылку водки, и он так разойдется. А иногда наоборот, потому что алкоголь, он показывает, что там поглубже, чем верхние пласты психики. Так вот, вернемся к Богу. Это описание Бога как человека, когда о Боге говорится как о том, кто гневается. Да, конечно. Но как еще Слову Божию достучаться до нашей души, когда Бог обращается к людям, не к квакерам, и даже не к сынеке. Он обращается к людям, ну, четыре тысячи лет назад, к людям, у которых из десяти детей шестеро умирает, к людям, у которых каждые пять-шесть лет голод, к людям, у которых постоянные конфликты не то, что с соседней страной, с соседней деревней, с соседом-пастухом из-за пастбища. Это крайне скудная, рискованная жизнь. И эта жизнь не может не вызывать состояние постоянного стресса. Заметим в скобках, что сегодня в наши дни часто, ну, мы знаем, популярные движения. Давайте говорить о Боге как о женщине, как о маме, тем более, что вот Дух Божий в Священном Писании на еврейце слово женского рода. Имеется, я думаю, в виду, ну, вот как в кино, я не думаю, что так в реальности, а вот в кино джигит дерется с джигитом, и вдруг какая-нибудь женщина-горянка бросается, бросает свой платок, их разнимает. Женщина сосуд мира. Надо понимать, что это совершенно не так. Женщина абсолютно человек. Поэтому представление о Боге как о женщине, нам хочется, чтобы Бог, вот это его свойство долготерпения, благоутробия, утробия – это часть женского организма, и нам хочется подчеркнуть женские черты в Боге. Но кротость, милосердие, долготерпение – это не женские черты, это человеческие свойства, общечеловеческие. А с женщиной так. В патриархальном обществе, когда подавлена женщина, то у нее подавлена, разумеется, и способность гневаться. Она разгневается, да ее этот джигит зарежет и новый возьмет. Это управление гневом, она просто выживает, но что делается внутри – это страшное дело. И поэтому Сенека, как и все другие персонажи той эпохи, в отличие от Господа Иисуса Христа, жил в постоянном страхе перед восстаниями рабов. Они все помнили восстание Спартака. И поэтому раб, он может гневаться? Нет. Гневается миллиардер, гневается рабовладелец, гневается свободный человек. А что делает раб? Вы знаете, восстаний, подобных восстанию Спартаку, в первом веке, во втором уже не было. Римляне как-то так приняли меры предосторожности. А вот что было, то в одной вилле восстанут и перережут все хозяйское семейство, то в другой, и они жили как на пороховой бочке, но освободить рабов они не могли, потому что они не знали другого способа выстраивать трудовые экономические отношения. А раб не гневается, он знаете, что делает? Он психует. Значит, когда мы сегодня говорим об управлении своим гневом, то мы уже рассуждаем как свободные люди, а иногда боюсь даже как рабовладельцы. Так что, когда мы читаем Священное Писание Ветхого Завета, мы там довольно четко можем проследить, как развивается представление о Боге. Да, изначально человек провецирует на Бога свою гневливость, свою агрессивность, он видит в Боге такого же пастуха, в общем, отнюдь некроткого пастушка из оперы какого-нибудь Моцарта «Волшебная флейта». Это тот еще пастух с рот такой вот дубиной в руке. Пастух, который, как Авраам, ходит войной на соседних пастухов. Это битвы, где участвуют сотни, может быть, даже тысячи людей. Но главное, что этот пастух, когда он убеждает себя не гневаться, он что цитирует? Правильно, эпиграф к роману Львана Николаевича Толстого Анны Каренина. «Мне отомщение и аз воздам. Не гневайтесь и не мстите». В древности гнев вообще считался прежде всего чувством мести, отомстить за зло, за страх. И я думаю, что это психологически очень правильное, корректное понимание. Значит, тогда мы как бы откладываем свой гнев, мы его вручаем Богу. «Боже, ты вот отомстишь, прогневаешься за меня». И отсюда, собственно, представление о страшном суде. Оно ведь не специфически библейское. Картины, изображающие страшный суд, это фрески в любой египетской пирамиде, в любой древнеегипетской гробнице. Там и весы, и судья, и душа, и отдельно глиняное тело. Это всё Бог не придумал. Он взял то, что у евреев уже было, они же в Египте жили, то, что они знали из верования соседних народов, Бог это берёт и модифицирует, как сейчас мы сказали, преображает. И этот страшный суд назывался День Гнева. Довольно странно, что, смотрите, по-гречески мир это Айренос, отсюда имя Ирина, Ира. А на латыни Ира это гнев. Отсюда в реквиеме Моцарта, ну, то есть в погребальном месте, в заупокойном месте гимн на латыни, но мы все его в основном знаем по реквиему, где самый проникновенный, потрясающий отрывок это на слова Диас Ире, Диас Илле. Этот день, День Гнева, День Гнева Божия. И тогда оказывается, что вот эта реакция гнева, человек с ней поступает, как с гранатой. Вот на тебя прилетела граната, какой она была в XVIII веке, шар и горит фитиль, и ты ее отбиваешь туда, к Богу. Боже, подержи гранату. И чувство гнева предоставляется Богу. Точно так же, как и рабовладелец. Не я рабовладелец, Бог рабовладелец, а я раб Божий. Я возможная жертва Божьего гнева. И я это принимаю. Я на себя боюсь принять Божий гнев. И я сказал, что в Новом Завете Господь Иисус гневается. Да, гневается. Но он же сказал, что гневающаяся на брата своего подлежит гиене огненной. И здесь, кстати, в синодальном переводе, который нам все-таки привычен больше, чем современные переводы, есть слово напрасно. Гневающаяся на брата своего напрасно. Но все древнейшие рукописи, а древнейшие рукописи – это третье, четвертое столетие, абсолютно единогласно это слово напрасно отсутствует. Понятно, почему его вписал какой-то умник где-то веки в четвертом уже, потому что ну а как не гневаться? Ну надо же гневаться, друзья мои. Ну не могу молчать, как говорил тот же Лев Толстой, и за ним еще целый легион не толстых. Ну воруют граждане судьи, как говорил Герафимов, берегись автомобиля. Потом вы понимаете, гнев он тоже бывает разный. На заре компьютеров очень активно распечатывали листов бумаги с какими-то рисуночками, которые можно было смять и выбросить в корзину. Про японцев говорили, что они уже полвека назад ставили в прихожих в офисах компаний резиновую куклу Босса, и каждый сотрудник мог подойти и набить резиновому Боссу морду, выплеснуть гнев. Другое дело, что вы знаете, это не работает. Это старый вопрос о том, компьютерные игры, боевики, пулялки-стрелялки, они у подростков, у взрослых понижают уровень агрессии, она выплескивается, или они наоборот подпитывают агрессию. И все современные исследования психологов, а исследований этих очень много, приходят к проникновенному выводу, а кто его знает, и так, и так, 50 на 50. И это было предсказуемо, потому что это человек, потому что в нас образ Божий это свобода. В результате на сегодняшний день мы действительно имеем культуру, которая призывает обуздывать свой гнев. европейская культура, я бы даже сказал западноевропейская. И мне опять, извините, вспоминается роман Анны Каренина, точнее даже так, мне вспоминается воспоминание Татьяны Кузьминской, это сестра жены Льва Толстого, которая очень дружила с семейством Толстого в 60-е годы, когда он только начинал семейную жизнь, и она рассказывает, что однажды Толстой совершенно беспричинно устроил жене, причем тогда даже и детей не было, и только один, в общем, он вдруг взорвался, психанул, он что-то разбил, еще что-то, она была в ужасе. Толстой потом извинялся, а потом он Кузьминской сказал, что как бы не гневался человек, какое бы бешенство он не приходил, он внутри знает, что он делает. Это было самонаблюдение. И этот взрыв бешеной ярости перекочевал в роман «Война и мир», где Пьер Безухов в гневе на Элен хватает огромнейшую мраморную доску и разбивает ее, ну, не об голову Элен. Он уводит свой гнев на материальный объект. Но это же тоже не дело. Но важно вот это наблюдение Толстого, оно гениальное. Как бы ни был гневлив человек, он не может сказать, что он невменяем. Невменяемость определяют психиатры. А мы для себя скажем, когда я гневаюсь, на самом деле я себя контролирую, я мог бы себя контролировать, но от страха я предпочитаю выпустить этот контроль. И вот современная культура учит меня контролировать гнев. Мне вспоминается рассказ о Доне Боско. Дон Боско, Джованни Боско, это такой итальянский Макаренко, он жил в Турине в 1840-е 50-е годы. Тогда только в Италии начиналась промышленная революция, народ от нищеты пошел из деревни в город, и было огромное количество детей беспризорных. Либо они работали 6-7 лет, иди работай, но работы на всех не хватало. Беспризорники. И Дон Боско организовывал для них такие, ну, как Макаренко, приюты, интернаты, он у богачей брал деньги, покупал дом, селил их вместе, и он находил с ними общий язык, насколько я понимаю, по одной причине. Он был взрывчатый человек, и он умел себя контролировать. И это детей завораживало, они воочию видели, ну, скажем так, гнев Божий. Бог может снести нас всех напрочь, но он этого не делает. И Дон Боско взрывался, но, когда он взрывался, он просто гнул стальные ножи, которые у него под рукой на этот предмет были, сгибал и разгибал. Не потому, что он был очень сильный человек, а потому, что он был очень гневливый, но это был громадвод. Это, если позволительно сказать, ремокатолический способ решения проблемы. Есть буржуазный, капиталистический, мещанский. Ты себя обуздываешь, потому что ты боишься потерять деньги при заключении сделки. Ты боишься развода с женой или с мужем. То есть, ты боишься социальных последствий, которые ударят тебя по кошельку. И ты тренируешься. Но есть и православный способ. Я не утверждаю, что все православные следуют этому способу. Я просто хочу сказать, что восточная традиция православная, она формировалась в условиях, где человек в значительной степени был беспомощен, в отличие от Запада, где человек все еще находился и находится в значительной степени под прессом. В то время, как на Западе вот эта феодальная раздробленность, все разбросано поддельным деревням и городкам в Восточной Римской империи, в Византии. Был бы Селевс, было самодержавие, и жизнь была, в общем, тяжеловата. И вот мы открываем поучение Иоанна Лествичника, великого православного аскета. Это поучение называется, извините, климакс, потому что климакс по-горечески всего на всю лестницу. Есть биологические ступени, Иоанн Климакус, так его, собственно, называют Лествичник по-гречески, он описывал духовные ступени. И вот одна из ступеней это победа над гневом. И вы знаете, как? Довольно радикальный способ, чтобы не гневаться, говорил Иоанн Лествичник, ищи возможности быть субъектом гнева. Радуйся, когда тебя ругают, радуйся, когда ты жертва чужого гнева. Как это реализовывалось, один из монахов-старцев своего послушника один день или там даже неделю, он его говорил, видишь там полуразрушенные статуи языческие. Вот сегодня весь день ты стой перед ней, кланяйся в землю и говори, о, какая ты замечательная статуя, о, ты великолепная статуя. Вечером послушник приходит, ну, что, говорит, сделал, сделал. Ну, и что тебе статуя сказал? Ничего. На следующий день старец посылает и говорит, а сегодня ты вот бросай в него камни, поэтому они и были разрушены, все эти античные статуи, бросай в него камни, плюй в него, бей палкой, осыпай самыми грязными словами, вечером доложишь, вечером приходит, ну, как? Ответил что-нибудь? Нет. Вот, говорит он, вот, и ты упражняйся в этом, чтобы тебя ругали, ты не отвечаешь, тебя хвалят, ты не отвечаешь. Ищи такие ситуации. Прямо скажу, мне чаще ситуации, когда на меня гневаются, и довольно близкие, родные люди, и это понятно, потому что, ну, враги человеку домашнее его, и я враг тем, с кем я под одной крышей, то носки разбросаю, это я цитирую, Тимура Шауова. Пальто на медне обливал, хорошее пальто, и жена на Тимура Шауова сердится. Ну, и с нами бывает, и вы знаете, в этом смысле, когда Лев Толстой беспричинно взорвался на молодую жену, это, конечно, нехорошо, но должен сказать, возвращаясь к началу, что жены тоже умеют гневаться, и, может быть, вот этот подавленный, очень прессованный, изатаённый, но гнев угнетённой женщины Востока, угнетённой жены русского интеллигента, он может быть в каком-то смысле неприятнее. Мне, как русскому интеллигенту. И, тем не менее, я понимаю, что это от Бога. Это мне, чтобы я не боялся своей жены. Жена, да, убоится мужа своего. Муж должен бояться жены, потому что нужна лучше меня. Жена любит меня, а моя любовь в сравнении с её, ну, промокашка. Я впитываю её любовь, а так, чтобы вот так же вот её любить. Нет, она меня больше любит, чем я её. И поэтому, когда гневается, я принимаю это как должен. Ну, я, конечно, побаиваюсь. И вот все сравнения библейские, Бога, он гневается, я раб Божий, вы знаете, они помогают, в конце концов, они отливаются в евангельский образ. Бог, как жених, а я как невеста. Или, если угодно, Бог как невеста, церковь невесты. Но, во всяком случае, это отношения любовные. тогда гнев – это уже не страх, это не агрессия, это не то, что я боюсь, там, насильника. Жена боится мужа, муж побаивается жены, потому что любовь – это огромные силы чувства. и она дается нам, и она дается нам, макакам, ну, родственникам, исправиться с любовью, любить вовсю, любить полнокровно. Это же только после дня гнева Божия. Только, только после того, только в воскресенье. Другое дело, что для нас вера вдруг нам открывает, что воскресенье-то совершилось. Мы уже в Царстве Небесном, мы уже в Царстве, где всё, гнев прошёл, отсердились. Штирлицы преобразились. Во что? Ну, смотрим в зеркало. Окружающие смотрят на нас. Будем надеяться, что они хоть чуть-чуть увидят того, в кого мы веруем, в нас. Потому что в этом есть смысл жизни и призвания христианина. Это был Яков Кротов, Москва. Всего доброго.